Добрый вечер! Добрый вечер! Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. День работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, отмечает Беларусь в воскресенье 17 ноября. Накануне торжественные мероприятия, на которых чествовали лучших аграриев, прошли во всех регионах Брестской области. В праздничном мероприятии в городе Кобрине принял участие глава региона Константин Сумар. В приветственном слове губернатор отметил, что на тружеников Кобринщины всегда возлагалась особая ответственность, поскольку они умеют трудиться, знают, как достичь высоких показателей и достигают их, имея сильный потенциал. Поэтому и задачи перед районом ставятся достаточно сложные. И как наказ от главы региона на будущий год покорить три сотни. Собрать 100 тысяч тонн зерна, надоить 100 тысяч тонн молока и собрать 100 тысяч тонн сахарной свеклы. Продолжение темы в нашем первом материале. Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база всей жизни. Без него не было бы нормального существования не только в деревенской среде, но и в городской. Работник сельского хозяйства – царь и бог всей продуктовой базы страны. На бетоне пшеницу не вырастить, с фонарного столба яблок не собрать, компьютер молока не даст. Какой бы научно-технический прогресс ни шагал по планете, без сельского хозяйства даже самому современному человеку никак не прожить. Работа у земли – самый древний и естественный труд человека. И пусть растут большие города, труженики сельского хозяйства всегда будут в почете на земле. Вам труд не страшен. Вы можете осилить многое. И в этом ваша гордость. Я хочу поздравить всех наших жителей нашей деревни, тех людей, которые работают в промышленном комплексе. Конечно же, здоровы в первую очередь, терпения, мира, добра, счастья. И хотелось бы пожелать им того, о чем я всегда мечтаю, желаю, чтобы у каждого человека, который живет на нашей брестской земле, чтобы всегда те желания, то, о чем они мечтают, чтобы обязательно у каждого здесь было, чтобы у нас каждая семья развивалась, скрепла, чтобы в семье рождались прекрасные детки и чтобы их рождалось побольше. Ну а мы будем делать все возможное, чтобы создавать комфортные условия для проживания в том или другом регионе нашей населения. Спасибо за большой труд. Прошедший аграрный год для аграрии в Брещене был сложным. Природа испытывала земледельцев на прочность аномальными погодными условиями. Но высокий профессионализм наших хозяйственников позволил сохранить за Брестской областью первое место в республиканском соревновании по темпам уборки урожая и собрать свыше 1 миллиона тонн зерна и зернобобовых. Немало высоких наград получили и представители Кобринщины на главном республиканском празднике хлеборуба в Злобине. Слова благодарности высказал в адрес кобринских тружеников села председатель области полкома Константин Сумар. Когда говорим спасибо большое человеку, тут думаешь уже о том, а что же нас ждет впереди. Что надо сделать, потому что у нас неподчатый край работы. Хотя это вроде праздничные дни, но, например, меня уже беспокоит то, что, как я когда-то говорил, у нас около 30% хозяйств, которые работают ни шатко, ни валко. И это те хозяйства, которые, если их закрутить хотя бы на средние показатели каждого региона, я не говорю уже об области, то мы бы могли прирасти безболезненно, без слишком больших напряжений, примерно на процентов 20 валовой продукции. А это деньги, это выручка, это зарплата наших людей. Поэтому, конечно же, меня сейчас будут беспокоить, каким образом уже в оставшиеся два месяца и потом в начале года закрутить всю эту работу в течение зимнего периода, чтобы эти хозяйства, ну, дать этим хозяйствам какое-то другое дыхание. Выступая перед собравшимися, Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что в Кобринском районе живут люди, умеющие трудиться. Именно многих передовиков на слуху не только в области, но и в республике. Слова «кто не работает, тот не ест» не прокабринчан. Люди этого края занимаются делом, которое не каждому под силу успешно. Следует лишь немного напрячься, скоординировать усилия всем и вся, тогда все получится. Ведь не только от руководителя зависит успех любого хозяйства, но и от людей, которые работают в нем. Тот потенциал, который здесь имеется, начиная с технического переоружения, начиная с базы и окончая людьми, землей, но в Кобринском районе все это должно иметь намного больше результатов. В Кобринском районе, я об этом скажу, что сцены надо иметь хотя бы минимум три цифры красивые. Это минимум 100 тысяч тонн зерна, и это не какая-то мечта, а реальность, которую они абсолютно сейчас по многим причинам по своей недоработке не имеют до сих пор. Это 100 тысяч тонн сахарной свеклы и 100 тысяч тонн молока. Это вот те три сотни, которыми, когда они достигнут, можно бы сказать, что да, район вышел на минимальные свои возможные позиции. Кобринщина всегда была сильна, и думаю, что она и дальше так будет остаться. Потому что у нас работают замечательные люди, которые, не щадя своих сил, несмотря на все проблемы, решают те задачи, которые перед ними стоят. Этот праздник объединяет земледельцев и животноводов, специалистов и руководителей агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей индустрии, фермеров, ученых, аграриев. Среди тех, кто в свой профессиональный праздник поднимался на сцену за заслуженными наградами, руководители хозяйства и предприятий, комбайнеры и трактористы, семеноводы и операторы машинного доения, птицеводы и растеневоды, зоотехники. Одним словом, те, кто заботится о продовольственной безопасности страны. Самые главные компоненты успеха на жатве. Погода. Погодные, технические погодные условия. Ну, технические, как бы поскольку погодные больше. За эти годы претерпела ли какие-то изменения стильское хозяйство, вот ваше, триговское? Ну, в техническом плане. Ну, и урожайность. Лучше стало? Конечно, лучше. А в чем успех? Техническая, техника, машина. Техника, все вовремя делает. Порядка ста хозяев земли Кобринской были награждены высокими ненаградами областного исполнительного комитета и Кобринского райисполкома и Совета депутатов районного агропромышленного союза. По-другому мы работать не умеем, поэтому, конечно, есть результаты положительные. Но не те, наверное, что мы планировали, но, тем не менее, 103% оваловая продукция у нас будет в этом году. Ну, и будем стараться и дальше не подводить. Скажите, пожалуйста, от чего зависит успех любого хозяйства, не только вашего? От коллектива, конечно, специалистов и весь коллектив. А какой у вас коллектив? У нас очень хороший коллектив, трудолюбивый, ответственный, дисциплинированный. Это все слагаемые успеха нашего хозяйства, конечно. А вот мы сегодня празднуем этот великий праздник – День сельской господарчи. И мне бы хотелось со всей души поздравить всех работников сельского хозяйства за их великий труд, за то, что мы благодаря им имеем на столах, за наш вкусный хлеб, за наше молоко. Дай Бог им здоровья, дай Бог им всего-всего самого доброго и хорошего. Составляющие успеха у каждого хозяина земли свои, но много и общего. Природная мудрость, рачительное отношение к земле, внимание к ближнему, стойкость, терпение и главное – трудолюбие. От труда каждого в отдельности агрария и всех работников сельского хозяйства, от их преданности нелегкому труду, рачительному ведению работ на родной земле, зависит мощь и сила процветания края и всей Беларуси. Пожаловаться на отсутствие приятных впечатлений в этот день не мог никто. Насыщенная праздничная программа, подготовленная творческими коллективами района, стала заслуженной наградой долгому, кропотливому труду. В адрес тружеников аграриев звучали поздравления. Это благодарность за ценный, ответственный и нелегкий труд. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще об одном праздничном мероприятии. К 90-летию образования службы участковых инспекторов милиции в областном центре прошел республиканский смотр-конкурс Министерства внутренних дел Беларуси на звание «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» и «Лучший участковый инспектор милиции». Около 50 первоклассных милиционеров из всех областей и из города Минска собрались вместе, чтобы продемонстрировать навыки в строевой и специальной медицинской, огневой и физической подготовке, а также в знании криминалистической техники. В этом году мероприятие прошло уже девятый раз на Брещене во второй. Закрытие республиканского смотра конкурса состоялось вчера в Брестском областном центре молодежного творчества, где были определены и награждены настоящие профессионалы своего дела – милиционеры с большой буквы. В атмосферу сильных мужчин, знающих, что такое честь и достоинство, отвага и смелость, окунулась наш корреспондент Кристина Купрякова. Чтобы попасть на смотр конкурс на звание лучший инспектор по делам несовершеннолетних и лучший участковый инспектор милиции, который проходит в Беларуси уже девятый раз, стражи порядка прошли серьезный отбор в своем регионе. Только после этого оказались на Брещене, где им пришлось приложить немало усилий, чтобы достойно представить себя и свой край. Добиться этого выступления на смотре конкурса в Бурганском необходимо пройти два этапа. То есть непосредственно мы проходили в Пинске, затем в Бресте мы проходили по Брестской области и уже результаты по результатам смотра конкурса в области уже выбирали трех инспекторов лучших по делам несовершеннолетних и трех участковых инспекторов милиции. Самым напряженным днем соревнований был первый. 13 октября участники демонстрировали умения в строевой подготовке, знания нормативно-правовой базы, медицины и криминалистики, а также упражнялись в стрельбе. Компетентные судьи строго оценивали умение обращаться с оружием и знания мер безопасности. Конкурс традиционно предусматривал теоретическое и практическое задание. Сотрудники отвечали на вопросы по оказанию первой медицинской помощи. На манекене демонстрировали наложение шин, различных повязок, остановку кровотечений при помощи жгута, сердечно-легочную реанимацию. Словом, все те приемы, которыми необходимо владеть в повседневной службе любому участковому. Уже практически 8 лет мы проводим эти конкурсы, и они показали свою эффективность. Во-первых, многоступенчатость проведения этого смотра конкурса позволяет отобрать на уровень республиканский наиболее подготовленных сотрудников органов внутренних дел. То есть, изначально на районном этапе, потом на областном этапе, и, как будем говорить, итоговое подведение и смотра конкурса. Все команды показали достойные результаты, но в любом соревновании есть победители и есть те, кто на их уровне оказался немного слабее. В этом году в командном зачете среди участковых инспекторов милиции первое место досталось представителям ГУВД Минского горисполкома, второе – Витебску, третье – Минской области. Среди инспекторов по делам несовершеннолетних первую и вторую позицию заняли Минск и Витебщина, а третью поделили Брестская и Минская области. Лучшим участковым инспектором по делам несовершеннолетних признан капитан милиции Василий Демидович Первомайского РУВД города Минска. Лучшей в личном зачете среди участковых инспекторов милиции оказалась представительница слабого пола, также минчанка Светлана Вилиган. Соревноваться с мужчинами ей было нелегко, но фортуна оказалась на ее стороне. Было очень, скажем, нелегко, потому что из Беларуси собрались 20, я 21-го, 20 человек, которые реально очень сильны. Они одинаково подготовлены, но кто-то слабее чуть-чуть оказался, кто-то сильнее. Очень сложно было идти к этому. Работаю участковым 4 года, с первого дня работаю в милиции. 4 года я к этому шла. В прошлом году также участвовала на республиканских соревнованиях, но было второе место личное. В рамках мероприятия были подведены итоги еще двух республиканских конкурсов. Инспектор, который мне помог, и на лучший материал в средствах массовой информации о деятельности участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних. Победа в конкурсе «Инспектор, который мне помог» досталась сотруднику Полоцкого РОВД, майору милиции Дмитрию Юрослевичу. В конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации о работе инспекторов победил внештатный корреспондент газеты «На страже» Федор Казак. Все победители были награждены ценными подарками, а за первые места «Стражи порядка» получили новенькие ключи от Лада Приора. Лучшим сотрудникам нашего региона от Брестского областного исполнительного комитета были вручены ключи от двух служебных квартир. В народе говорят по заслугам и награды. И это действительно верное выражение. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. С официальным визитом город Брест посетил чрезвычайный полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Брюс Бакнелл. На встрече с губернатором региона Константином Сумаром обсуждались основные аспекты дальнейших взаимоотношений. За более чем 20 лет сотрудничества проделана немалая работа по интеграции в сферах политики, общественной жизни, образования и науки. Установлены контакты на муниципальном уровне. Существует договорно-правовая база двусторонних отношений Беларуси с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Во время встречи Константин Сумар и Брюс Бакнелл обсудили насущные вопросы двух стран, проблемы и перспективы взаимного сотрудничества. Возможно, именно эта встреча станет существенным шагом на пути взаимодействия двух активно развивающихся стран. Около тысячи останков солдат Красной Армии, военнопленных немецкого лагеря госпиталя «Ревир» перезахоронили под Брестом с воинскими почестями. Траурная церемония состоялась у памятного знака, установленного у Ковельского шоссе недалеко от лагеря смерти. Останки были обнаружены в ходе поисковых работ, которые здесь уже второй год ведут бойцы 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны. На митинге солдатские медальоны, которые помогли установить имена погибших защитников, были переданы их родственникам. Останки по православной традиции были освещены и с почестями перезахоронены в братскую могилу. Поисковые работы на месте самого крупного захоронения военнопленных вблизи Бреста продолжатся. 14 ноября – Всемирный день борьбы против сахарного диабета – заболевания, обусловленного абсолютным или относительным дефицитом инсулина в организме. В областном центре, как и во всех городах Беларуси, прошли расширенные акции, подготовленные в центрах здоровья, учреждениях аптечной системы, торговых центрах. В этот день на бесплатной основе можно было измерить уровень глюкозы в крови, проверить холестерин, получить консультацию доктора, как правильно себя вести при наличии первых симптомов различного рода болезней. Но самое пристальное внимание уделялось людям, имеющим предпосылки к заболеванию с сахарным диабетом. Брестской школе подарили футбольное поле. На базе средней школы номер 19 открыли современную мини-площадку с искусственным покрытием, на которой дети могут играть в футбол круглый год и при любых погодных условиях. Финансовые средства на реализацию этого проекта выделила Брестская областная федерация футбола. Появление таких спортивных объектов – это не только популяризация футбола как спорта, но и отличный подарок маленьким жителям областного центра. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Бук-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. Медицинские работники каждый день борются за жизнь и здоровье людей. Своим самоотверженным трудом они стараются помочь каждому нуждающимся, невзирая на выходные и праздники. Сергей Савчук – врач, который всегда поможет и подскажет. Его уважают коллеги и пациенты, потому что человек безотказный и неравнодушный к чужому горю. Много лет он отдал работе в железнодорожной больнице. А недавно профессионал своего дела, опытный врач и ответственный человек Сергей Савчук был награжден республиканской наградой. О буднях лучших представителей медицины Анастасия Ноздрин-Потницкая. К профессии лор-врача Сергей Савчук готовился еще со школы. Родители сельские жители, как люди опытные, понимали ценность и необходимость этой специальности. Постоянно нацеливали на это и сына. Поэтому после окончания колледжа выбор пал на Гродницкий медицинский институт, после окончания которого Сергей Александрович решил быть утоларингологом и уже долгое время работает в больнице, которую по старинке брещане называют железнодорожной. За год, если по статистике, за год проходит через отделение полторы тысячи населения. То есть это стационарное лечение. Плюс в пределах двух тысяч, это те, которые амбулаторно приходят на консультации, на какие-то профосмотры. Поэтому если перемножить полторы тысячи плюс две тысячи на 32 года, то я так думаю, что, наверное, уже скоро будет полгорода, который тут пообщался с нами. Я как молодой специалист пришла в это отделение и можно с полной ответственностью сказать, что и назвать его моим наставником. У меня несколько было наставников, вот он один из них. И человек, который по душевным своим качествам превосходит очень многих коллег, с которыми мне довелось и ранее работать, да и сейчас в принципе. В больнице Сергей Александрович отдал много лет. Прошел карьерную лестницу от рядового доктора до заведующего отделения. За это время через руки опытного доктора прошло огромное количество пациентов, которые и сегодня вспоминают врача только добрым словом. За долгий и плодотворный труд у Сергея Александровича появилось много так называемых последователей – докторов, которые и сегодня советуются с опытным лор-врачом. Как врач он очень опытный, имеет высшую квалификационную категорию. Под его руководством в отделении ежегодно выполняется более 600 оперативных вмешательств. И в этом году, после того, как прошло переоснащение отделения новым современным технологическим оборудованием, их количество еще больше увеличится, возможности для расширения спектра услуг именно в лор-помощи стали намного шире. За долгий и плодотворный труд на недавнем республиканском съезде отоларингологов Сергей Савчук награжден почетной грамотой. Несмотря на это, он скромно говорит о награде, считает, что заслужил ее не он один – это заслуга коллектива. У Сергея Александровича еще много планов на будущее. И что-то подсказывает, что они обязательно осуществлятся. К другим темам. Прибивать своего домашнего питомца или нет – этот вопрос рано или поздно задает себе каждый владелец животного. И если ваш питомец сидит дома, это не означает, что он защищен от инфекции. Ведь болезни есть и будут, поскольку существуют их природные очаги – дикие бродячие животные. В связи с большой скучностью бездомных собак и кошек в городах, вирусные инфекции распространяются очень быстро. Как уберечь своего любимца от болезни и что делать братьям нашим меньшим без хозяина? Ответы в нашем следующем сюжете. Западно-сибирской лайке по кличке Айс повезло. Его хозяин никогда не забывает водить своего питомца на прививку. Анатолий не разделяет распространенное заблуждение многих владельцев собак о том, что у привитых один раз и переболевших животных сохраняется пожизненный иммунитет. Вакцинировать своего питомца необходимо ежегодно. И хозяин Айса это знает. Это охотничья собака. Она постоянно в контакте с разным зверем, в том числе и с бешеной лисой. Это обязательно прививка для того, чтобы ее не потерять впоследствии. Все животные, независимо от породы, возраста и пола, рискуют подхватить опасную вирусную инфекцию. Чума, вирусный паровирус, микроскопия или по-народному лишай и самая опасная болезнь – бешенство. Эти недуги могут изрядно подпортить здоровье пушистому слену семьи, а то и вовсе привести к смерти животного. Поэтому прививка – обязательное условие для полноценной и беззаботной жизни четвероногого друга. Бытует такое мнение, что если мое животное не особо породистое, оно не может заболеть. Если оно не контактирует с другими какими-то собаками, тоже не может заболеть. Бывают такие моменты, когда достаточно одного какого-то контакта и животное может заболеть. Обычно собак, кошек прививают с 8-10 недельного возраста против вирусных заболеваний. Есть моновакцины против конкретно одной какой-то болезни. Есть поливалентные вакцины, которые идут сразу от нескольких болезней. К слову, вакцина от бешенства обязательно и бесплатная. Но, к сожалению, не все владельцы собаки-кошек спешат на прием к ветеринару, думая, раз домашний, значит, ничем не болеет. Что же тогда говорить о бездомных братьях наших меньших? Именно их обвиняют в первую очередь, когда речь заходит о болезнях и покусах. Да, бродячие животные – разносчики болезней, и их число с каждым годом растет. Но зачастую в этом виноваты сами люди. Собак все становится больше и больше. Ну, наверное, и город растет. Но главная причина, почему их становится больше – город окружает дачные участки. Летом люди живут на дачных участках, привучают к себе, там кормят, привучают. Детки играются, собачки. Ну, а когда приходит осень и зима, в квартиру вроде неудобно того собачку везти, потому что он грязный, бегает по улице, не приучен к лотку. Люди начинают их оставлять. Кто-то ездит через неделю кормить, кто-то через две недели ездит кормить того собачку. И собачки сбываются в стаи. И стаи идут куда? В город искать пищу. Отсюда покусанные дети, покалеченные судьбы и злоба на стаи бездомных и голодных животных. Кто виноват и что делать? Вопрос риторический. В настоящее время помощь бездомным животным обеспечивается за счет средств государственных служб, а также благодаря силам и времени волонтеров. Уже сотни животных обрели свой дом благодаря усилиям неравнодушных граждан. У тех четвероногих, кто остается в питомнике, век недолгий. Если в течение полутора-двух месяцев у них не найдется хозяин, их ждет эвтаназия. Бывает, за смену привозят до 50 штук. Это большое количество. А за месяц 250-280 штук мы каждый месяц отлавляем. Я бы сказал, что в этом вопросе виноваты люди. Сами люди. Взяли, поигрались, выбросили. Говоря о лютой жестокости сотрудников коммунальника, особо сердобольным не приходит в голову один простой факт. Служба по отстрелу собак – это следствие человеческой безответственности. Для тех, кто при фразе «Мы в ответе за тех, кого приручили», опускают в глаза. Заводя щенка бойцовской породы, затем выбрасывая собаку на улицу, мало кто задумывается о трагических последствиях. Ведь только о жизни бродячей собака бывает кусачей. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Бресте в кинотеатре «Беларусь» с 15-го по 20 ноября будут показаны 6 картин польского кинорежиссера Яна Якуба Кольского. Фильмы на польском языке с русскими субтитрами. Ян Якуб Кольский – один из наиболее известных современных польских режиссеров авторского кино в качестве режиссера и оператора, снял более 30 лет. В фильмах Кольского современное переплетается с прошлым. Реальность фантазии, христианство с язычеством. Фильмы режиссера многократно были награждены на польских и международных фестивалях. Это авторское кино. Это не коммерческое кино. Это один из представителей авторского польского великого кинематографа. Это режиссер, который Ян Якуб Кольский, из кинематографической семьи. Почти 200 лет их составляет как бы династия поколения кинематографов. И это авторское кино, которое рассказывает о глубинке польской, о ее проблемах, о ее колорите кинематографически. Вот зритель увидит, насколько точно проработанная тематика, настолько точно существуют проблемы в этом кино, которые присутствуют именно в такой польской провинции. Что дает нам такой обмен? Ну, безумно, мы просто взаимно сбогачаем культуру белорусскую, польскую, потому что мы же не просто соседи, вы разумеете, скажем так, с того дня, а живучи не просто, скажем так, близко, а живучи по сутности ведающихся и радости города, из-за одного, наши народы верьми близкие. И такой взаимообмен, скажем так, коли белорусы бачат польскую культуру, поляки белорусскую, где только на корысть нашим модовым народам. И мы по какой-то ступени, скажем так, подтверждаем ту историю традицию, коли наши народы, по сути, не имели понятия провинции. Коли же все культурное и Польша, и Беларусь, что завсюду улучшило наши народы, оно не протекало только в столице, або в великих городах. Оно завсюду отбывалось в тем ликвии, так званой периферии. Ян Якуб Кольский, последователь кинорежиссуры Анжиа Вайды. Открытие ретроспективы началось с показа мелодрамы в стиле фэнтези, истории кино в Попелавах. В следующие пять дней брестский зритель сможет посмотреть мелодраматические киноленты «Ясмин и подграбок», драму «Подальше от окна и венеца», а также мелодраму в стиле фэнтези «Играющий с тарелки». Мы хотим, так как мы соседи, чтобы польская культура, чтобы брестчане могли посмотреть, сознакомиться с нашей культурой, фильмами. Генконсульство не только этот проект реализует, но у нас тоже были выставки до сих пор очень много. И вместе, кроме этих выставок, есть тоже возможность посмотреть знаменитых польских режиссеров. Организаторы ретроспективных показов Генеральное консульство Республики Польша в Бресте совместно с коммунальным унитарным предприятием «Брестоблвидеопрокат». Вы смотрели итоговую программу «Букинформе». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напомню, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 17 ноября погоду в Беларуси будут формировать неустойчивые, умеренно теплые воздушные массы атлантического происхождения. Во многих районах Брещины пройдут небольшие дожди, кое-где сгустится слабый туман. Ветер западный, умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 4-6 градусов со знаком «плюс», максимальная днем плюс 8. В понедельник, 18 ноября, территория нашей страны в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажном и более прохладном воздухе. Существенных осадков в Брестской области не ожидается. Будет наблюдаться переменная облачность. Местами прогнозируется туман. В ночные и утренние часы образуется слабый гололед. Ветер с северной четверти, днем с переходом на юго-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет находиться в пределах 4 градусов выше нуля. Дневные максимумы составят 5-7 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова